МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Экс-чиновника, совершившего ДТП со смертельным исходом, взяли под арест. Напомним, 20 февраля в отношении экс-начальника областного управления энергетики ЖКХ было вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде ареста. Между тем, адвокат подозреваемого Булат Байбаков просил отпустить своего подзащитного под домашний арест. Однако постановление апелляционной коллегии Карагандинского областного суда оставило без изменения. Основание избранной меры пресечения в виде ареста в отношении к тешу и в виде ареста в отношении к тешу и в виде ареста, так как у нас были тяжкие последствия в виде смерти. Согласно саттитству ВИДИСЯ, это было просвещено в процессе поликазахстана. А в качестве меры пресечения в отношении обвиняемости и в совершении преступления, за которые законы предусмотрены в виде решения свободного срока, не менее 5 лет. Кроме этого, Ерлана Утешева исключили из рядов Народно-демократической партии Нур-Отан. Также начальник управления энергетики ЖКХ Карагандинской области уволился по собственному желанию. К слову, Ерлана Утешева арестовали 26 февраля, сразу после лечения. На сегодняшний день экс-чиновник находится в изоляторе временного содержания. В конце концов, процесс не закрыт, и он вряд ли будет закрытым. Поэтому все доказательства, которые будут представлены, а видеозаписи видеокамер, естественно, прямые улики, прямые доказательства, они будут приобщены к материалам дела, и поскольку процесс открытый, они будут доступны, в том числе средствам массовой информации. Как ранее сообщалось, авария с участием трех автомобилей произошла в ночь на 16 февраля. Ерлан Утешев на внедорожнике BMW X5, выехав на встречную полосу, протаранил два автомобиля. В результате погибла 53-летняя женщина. Миром Гусел Кимбаева, Марат Культенов, Первый Карагандинский. ДТП произошло сегодня в районе Дубовки. Здесь опрокинулся автобус 146-го маршрута. Погодные условия стали причиной случившегося. Водитель общественного транспорта рассказывает, что из-за метели просто не увидел поворот. Съехал в Кювет, а сильный ветер перевернул автобус на бок. Водителю повезло, он не пострадал. К счастью, пассажиров в этот момент в салоне не было. Автобус направлялся из Абая на базу. Вообще не видно было. Как будто оттуда идешь, прямая дорога. А здесь поворот. Ничего не сломался, стекло все целое. Просто ветром поднял его потекунку. Бухгалтер одного из ТОО Караганды инсценировала похищение крупной суммы денег, чтобы скрыть недостачу. Об этом рассказали сегодня в пресс-службе ДВД региона. Как сообщает полиция, к ним обратился сотрудник одного из ТОО о том, что примерно в 07.15 часов неизвестный мужчина европейской национальности под угрозой применения ножа в ТОО, расположенном по проспекту Нуркен-Абдирова, открыто похитил у бухгалтера данного ТОО сумку спортивную черного цвета, в которой находились деньги в сумме 18 миллионов тенге. По информации ведомства, для оперативного раскрытия и расследования тяжкого преступления следственной оперативной группы был произведен осмотр места происшествия, в ходе которого были изъяты следы пальцев рук и направлены для проведения дактилоскопического исследования. Кроме того, применялась служебная розыскная собака. С целью раскрытия данного преступления на причастность отрабатывались все лица, доставляемые в отдел полиции, ранее судимые, представляющие оперативный интерес, задержанные по подозрению в совершении преступлений, состоящие на учетах УВД. В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что данное преступление инсценировано бухгалтером и дилером данного ТОО. По факту заведомо ложного доноса с целью возбуждения уголовного дела проводится расследование. В настоящее время бухгалтер и дилер во двориной в изоляторе временного содержания. Молочная фабрика «Натиже» представляет Новый продукт – ацидофилин. Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натиже» с заботой о вашем здоровье. За 2012 год в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 303 человека. Об этом сообщили на координационном совете в областной прокуратуре. В целом за прошедший год было зарегистрировано 876 ДТП. Как утверждают прокуроры, наиболее частыми причинами ДТП в регионе являются по вине узких дорог. На сегодняшний день их насчитывается 13. А наиболее опасным местом по области является Абайская трасса. «Дорожная полиция называет узкие места. То есть есть небольшие участки, на которых из года в год происходит ДТП со смертельным исходом». А вот Бесимбай Жумабеков считает, что ездить нормально по проезжей части водителям препятствует лежащий на половине дороги снег. Секретарь областного маслехата дал нагоняя за слабую работу по очистке снега на трассах. «Вы на встречную полосу выходите. Эта сторона с снегом до сих пор не уходит. Теперь посмотрите, в районе Байверси тоже самое на встречную полосу выходит. Почему снег не уходит? То есть вот это и есть препятствие, во-первых. Во-вторых, теперь вы говорите о опасной дороге. Сегодня посмотрите, в ночное время, когда едете, разделительные полосы даже не видите. Поэтому водители тоже на встречную полосу выезжают. Не знают, где ободнать надо, где не ободнать надо. То есть на это надо внимание обратить. Это тоже одно место. Когда вот этот снег будут убирать, испокон любого. В этом, я смотрю, снег никогда не убирает. Вот в этом перешейке на объездной дороге Тибертова». По мнению прокуроров, дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом происходят в летний период. А выходные дни – самые опасные для вождения, утверждают представители надзорного органа. Теперь местные власти совместными усилиями намерены принять меры по недопущению аварий. «И поэтому мы сейчас вырабатываем комплекс рекомендаций для дорожной полиции, местным исполнительным органам, что нужно сделать на этих восьми участках – поставить освещение». На координационном совете участниками было предложено заменить перекрестки на второстепенных дорогах, а также расширить проезжие части по проспекту Бухар-Жирау и улице Гоголя. К этим работам они приступят в скором времени. Информационно-пропагандистская группа продолжает свою работу по правовому всеобучу. На этот раз Департамент юстиции совместно с Департаментом по борьбе с экономической коррупционной преступностью встретились представители Акимата города Шахтинск. Цель – реализация комплексного плана по повышению уровня правовой культуры граждан. Члены информационно-пропагандистской группы зачитывали доклады о юридических услугах. Кроме того, обсуждались вопросы, касающиеся аттестации должностных лиц, уполномоченных совершать нотариальные действия, регистрации кондоминиума, изменений идентификационных характеристик, а также новшеств в Кодексе о браке семьи. Что касается регистрации юридических лиц, в прошлом году были внесены изменения. Изменения и дополнения упростилась регистрация, открытие бизнеса для субъектов малого предпринимательства. Вот именно по этому направлению наш регистрирующий орган уже работает с 2005 года. На сегодняшний день в городе Шахтинск работают пять пропагандистских групп. Начальники отделов также выезжают по районам и поселкам. Такие мероприятия у них проводятся каждый месяц. Одной из самых главных задач является установление тесного взаимодействия по вопросу организации правовой пропаганды и консультации по вопросам, входящих в их компетенцию. Мирамгус Алкимбаева, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Предпринимательница Исатпаева презентовала Акиму области новый проект по производству роликовых опор. По словам Ларисы Гелесхановой, роликовые опоры являются серьезной проблемой для предприятий, особенно для горнорудных, использующих конвейерные линии для транспортировки. Свою ноу-хау бизнесвумен представила к радиационному совету по форсированному индустриально-инновационному развитию и просит власти поддержать проект в рамках карты индустриализации. Преимуществом выпускаемой продукции является то, что нашим предприятием разработано на уха, позволяющим увеличивать срок судьбы дорогостоящих конвейерных лент. Применяемые в настоящее время роликовые опоры, где выходить из строя ролика, а тут конвейерную ленту, которая не подлежит ремонту и является дорогостоящей. Разработанное новшество позволяет при такой ситуации сохранить ткани, послужить оборудованием, положенной нормативной срок. Общая стоимость проекта составляет 155 миллионов тенге, проектная мощность – 10 тысяч единиц в год. В настоящее время заключен долгосрочный договор с потенциальным потребителем продукции корпорации «Казахмыц». В карту индустриализации также предлагается включить и проект по производству компрессорных установок для горно-шахтного оборудования, которые планирует выпускать компания «Рудсервис-К». Кроме того, был рассмотрен ряд проектов, планируемых к реализации по программе «Дорожная карта бизнеса-2020». В их числе увеличение объемов производства стальных радиаторов ТОО «Кастерм», приобретение современных высокоскоростных буровых установок и автоцистерн для центра геосъемки и другие. По итогам заседания Кимобласти Божжанавдишев поручил направить пакет документов по одобренным проектам в Министерство индустрии и новых технологий для дальнейшего рассмотрения, а также направить список одобренных проектов в фон развития предпринимательства «Дому» и банки второго уровня для заключения договоров субсидирования. Ирина Камышо, Ужас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. АЛЮГАЛ Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок АЛЮГАЛ, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы АЛЮГАЛ. АЛЮГАЛ производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили АЛЮГАЛ – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы АЛЮГАЛ адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это АЛЮГАЛ. Фэшн-пати по-карагандински. Самые модные персоны шахтерской столицы собрались в минувший вечер в ресторане «Гранат». «I love fashion» – девиз вечеринки. Здесь все по последнему слову моды. Правда, дизайнеры и модели – начинающие, но, как говорят организаторы, подающие большие надежды. Суть конкурса заключалась – одеться постильнее, придумать необычную прическу и наложить самый интересный макияж. Оценивали конкурсантов карагандинские эксперты моды. Среди них известный имиджмейкер Дана Ахтаева. Организаторы фэшн-пати говорят, что вечер превзошел все ожидания. Этот вечер превзошел наши ожидания, потому что мы думали, что это так немного по-другому и как-то немного по-другому представляли, но это, можно сказать, бахнуло от души. В этом мероприятии, можно сказать, родился отчасти новый проект, который мы будем, возможно, продолжать. Самым ярким вручили приятные подарки – сертификат от одного из брендовых магазинов одежды и дисконтные карты от самого модного ресторана «Гранат». Среди тех, кого заметила строгая жюри – участницы Дорига Респекова и Ситара Бакирова. Сегодня они впервые попробовали себя в роли моделей. Мы очень рады, что события такого масштаба проходят в нашем городе. И мы решили принять в этом участие. Это было несколько для нас вызов, но я считаю, что мы с ним достойно справились. Яркая фэшн-вечеринка не последняя. Организаторы уже готовят очередное, еще более масштабное модное пати. Какие сюрпризы ждут участников, увидим совсем скоро. Караганда встретила олимпийских чемпионов. Поздно вечером в четверг в карагандинском аэропорту приземлили сразу три обладателя золотых медалей на прошедших Олимпийских играх – Илья Ильин, Ольга Рыпакова и Светлана Подобедова. В нашем регионе их ждала насыщенная программа. Спортсмены посетили металлургический комбинат «Тимиртао», музей имени первого президента, встретились с молодыми спортсменами города Металлургов и побывали в «Тимиртао»ском детском доме. В областном центре они посетили спортивные объекты, теннисный центр, центр бокса и ледовый дворец. О визите олимпийских чемпионов Карагандинской области смотрите в следующем выпуске новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин